В Европейском Центральном Банке подумывают об использовании юаня в качестве резервной валюты. О причинах мы общаемся с Андреем Шеверевым из компании Trends and Markets. Европейский Центральный Банк провел закрытое заседание, на котором обсуждался вопрос присутствия юаней в резервах. По вашему мнению, насколько это актуальный вопрос на сегодняшний день и насколько реально, что в Европе, в еврозоне, юань станет частью резервной валюты? Дело в том, что резервная валюта, юань станет, будем говорить, не только в Европе. Гораздо более широкий будет этот процесс. По мере нарастания мощи экономики Китая, по мере увеличения влияния этой страны на ситуацию в мировой экономике, естественно, будем говорить, по мере участия в увеличении юаня в обороте мировой торговли, в обслуживании мировых сделок между различными контрагентами, безусловно, юань займет свое достойное достаточно место в резервах не только в Европе, но в принципе во всем мире. Говорить о том, что это процесс, будем говорить, сейчас актуальный, может быть не стоит. То есть это процесс такой достаточно будет долговременный, растянутый во времени. Однако направление достаточно ясно просматривается. До того, как Европейский Центральный Банк поднял на обсуждение данный вопрос, многие крупнейшие мировые банки, которые работают по всему миру, транснациональные, они уже использовали юань в качестве резервов. Но то, что крупный надгосударственный банк, можем даже так его назвать, решил поговорить о присутствии юаней, может ли это послужить определенным индикатором того, что сейчас будет активизация покупок юаней в резервы? Дело в том, что действительно сам факт рассмотрения Европейским Центральным Банком вопрос о возможности формирования резервов в юане, он свидетельствует, как бы подтверждает, будем говорить, растущую роль Китая. Что до того, что сейчас в юанях формируются резервы, и, скажем так, валюта более активно используется в расчетах международных, это действительно тоже факт. Станет ли данное рассмотрение, в общем-то, итоги которого еще пока, в общем-то, оно проходило в закрытом режиме, и пока, в общем-то, каких-либо решений по этому поводу принято, насколько нам известно, не было. То есть нельзя говорить о том, что будет увеличиваться доля, то есть принято решение об увеличении доли юаней в резервах, в данном случае Европейского Центрального Банка. Однако данный факт, в общем-то, достаточно знаковым является, то есть таким индикатором, будем говорить, интереса, может быть, крупных центральных банков действительно к изменению, может быть, незначительной структуры своих валют, своих валютных резервов именно в пользу юаня. Но вот то, что сейчас укрепляется доллар по отношению к многим валютам, не давит ли это на юань, в свою очередь, в плане расчетов и так далее? Потому что слабая евро по отношению к доллару, для Европы, в принципе, выгодно для торговцев, да, фактически. А юань, насколько он может быть привлекательным для экономики? Я бы разделил вопрос, будем говорить, таких среднесрочных тенденций, которые прослеживаются в настоящее время на валютном рынке, и все-таки вопрос формирования резервов. Потому что формирование резервов, оно все-таки происходит из, по крайней мере, среднесрочных, долгосрочных перспектив. И в этой связи у юаня, в общем-то, перспективы достаточно радужны. Что до дынешней тенденции, которая, в общем-то, на рынке происходит, она, ну, скорее связана, действительно, с теми событиями, которые происходят в США. То есть непосредственно оказывает влияние на доллар, то есть его привлекательность, либо же там снижение ожиданий в отношении, будем говорить, времени повышения процентных ставок. И отражает, в общем-то, находит свое отражение не только там по отношению к юаню, а по отношению там ко всему, в ряду основных валют. Вы говорите о радужных перспективах юаня в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Что служит индикатором того, что эти перспективы на самом деле радужны, поскольку, насколько мне известно, есть и негативные тенденции в том же Китае, и есть угроза, что Китай может запустить очередную волну кризисов по всему миру. Ну и, соответственно, юань в эту, с этой точки зрения, он является не настолько уже привлекательным. Дело в том, что Китай на данный момент является второй крупнейшей экономикой мира. Причем экономика мира, экономика, которая растет темпами, порядка 7%, о которых, в общем-то, могут только мечтать, вы не говорите же, там, США, хотя для них это, может быть, и было бы противоестественно, если бы экономика росла такими, там все-таки другие немножко показатели. То есть, сейчас понятно, да, если мы смотрим в долгосрочную перспективу, что Китай фактически сейчас становится, может быть, второй, третий, такой крупнейшей экономически, политически влиятельной силой. Соответственно, валюта такой стороны просто не может игнорироваться, будем говорить, основными, там, центральными банками, вообще мировой системой. То есть, мы видим, опять-таки, определенные краткосрочные риски, если даже сейчас наступит к Китаю, то потом... Да, в Китае, безусловно, там есть свои проблемы. Да, есть, будем говорить, такие нюансы, которые при определенном сечении обстоятельств, они действительно могут создать проблемы, будем говорить, не только для экономики Китая, потому что, в общем-то, масштабы ее таковы, что проблемы в экономике Китая, они достаточно быстро могут обернуться проблемами, если не для всей мировой экономики, то, по крайней мере, для региональных экономик, которые связаны с ними. То есть, Австралия, та же Япония, те же страны Юго-Восточной Азии. В общем, достаточно серьезный такой, будем говорить, регион. Вот. Однако эти проблемы, ну, они существуют, но с ними, в общем-то, пытаются бороться, пытаются справиться. То есть, вот, слышали недавно, да, что происходит, был предпринят ряд мер с правительством Китая, с целью стимулирования роста, с целью поддержания высоких темпов роста, которые действительно являются необходимыми для страны. Потому что, в общем-то, падение достаточно, показатели достаточно высокие, однако их снижение резко, в общем-то, может привести к проблемам. Пока, в общем-то, им удается. Как это будет влиять, присутствие юаней в резервах центральных банков, в резервах просто банковских структур? Как это может влиять на экономику самого Китая? И будет ли это иметь определенное влияние, если будет принято решение, тем же Европейским центральным банком, там, треть своих резервов держать в юане? Или какую-то, там, десятую часть? Я бы не говорил о третьих, это все-таки, наверное, будет меньше для начала. Подобный шаг, он станет, как бы, признанием, да? То есть, признанием такого серьезного института, можно сказать, одного из ведущих, будем говорить, из двух ведущих мировых центральных банков, в общем-то, статуса, кво, то есть, той роли, которую Китай в настоящее время играет в мировой экономике. То есть, вот, если валюта, будем говорить, достойна того, чтобы с нее формировались резервы, то есть, это говорит о том, что экономика достаточно устойчива, стабильна, и, соответственно, вот, суть, собственно, резервов, скажем так, валюта, которая является валютой резервов, то есть, это валюта, которая действительно в среднесрочной, долгосрочной перспективе сохраняет свою стоимость. То есть, не подвержена колебаниям, резким колебаниям, не подвержена, там, будем говорить, там, риском серьезной девальвации. То есть, это говорит о здоровье, о силе экономики. Не повлияет ли, вот, в любую сторону решения, да, там, начать покупать юанин для резервов на его стоимость на валютном рынке? Ну, то есть, да, стабильная валюта, но это может послужить именно сигналом для участников валютного рынка, что вот, вот он тот актив, куда нужно, как в доллар в определенное время. Дело в том, что одномоментно, естественно, нет, то есть, можно говорить о каком-то вот влиянии, таком опосредовательном, и я бы не сказал, что это приведет, прям, там, к всплеску. Может быть, какой-то краткосрочный всплеск, однако, все-таки, курс валюты определяется фундаментальными факторами, вот, и в данной ситуации я бы не переоценивал возможность даже, вот, если решение будет принято о том, что вот будет действительно формироваться структура в части, часть структ валютных резервов будет формироваться за счет юаня. Во-первых, это не одномоментный процесс, то есть, он растянутого времени, вот, то есть, это говорит о том, что это как-то вот приведет, прям, к всплеску юаня, наверное, не стоит. Однако, будем говорить, это может стать фактором поддержки дополнительным для юаня. А насколько юаня является привлекательным, с учетом того, что, ну, правительство диктует его цену? Ну, дело в том, что, действительно, цена... С одной стороны, это гарантия, с другой стороны, это... С одной стороны, да. Ну, в общем-то, сейчас там идет определенная, я бы не говорить, шаги в направлении либерализации, курса образования. То есть, там существует определенный коридор, который, естественно, там пересматривается. Тоже он, в общем-то, определяется, исходя из собственных интересов Китая. Говорить о том, что это полностью свободный рынок, ну, свободный рынок, естественно, не стоит, свободные курсы образования. Однако, в общем-то, то направление, которое выбрано, оно, в общем-то, ведет в сторону дальнейшей либерализации. То есть, может быть, даже не будет необходимости, будем говорить, чтобы юань свободно... Был свободной, коронектируемой валютой, то есть, для формирования резервов. То есть, возможно, формировать резервы все-таки начнут раньше, чем юань станет свободной конвертируемой валютой. О том, почему юань является привлекательным для использования его в качестве резервной валюты, мы общались с Андреем Шеверевым из компании Transant Markets. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулебаб и специально для Dukascopy TV из Киева.